Здравствуйте, друзья! Что ж, коррекция от этого уровня, как мы говорили в прошлом видео, всё-таки случилась по аналогии с прошлыми ситуациями здесь и вот здесь. Давай поговорим о некоторых причинах, о которых никто другой не упоминает сейчас. А также я покажу тебе одну монету, которую выбирает правительство США. Я случайно узнал об этой информации и хочу, чтобы ты тоже об этом знал. Начнём сразу же после того, как ты поможешь продвижению этого видео одним маленьким кликом по большому пальцу вверх. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Итак, посмотри на это. Биткоин нашёл свою поддержку на 200-дневной среднескользящей. И как ты можешь видеть, она представлялась поддержкой на протяжении всего этого роста. Если мы удержимся выше неё, дальнейший рост неизбежен. Но, если мы упадём ниже неё, а затем нас будет ожидать неудачный ретест, который превратит эту линию в линию сопротивления, это может привести к дальнейшей коррекции биткоина. Например, до заполнения этого CME GAP'а от 39 200 долларов до 40 100 долларов. Или даже вот этого уровня, около 33 000 долларов, где сейчас полно ликвидности. Условиями похода к этим ценам будет пробитие этой синей линии вниз и закрепление ниже неё в качестве сопротивления. Кстати, в пользу коррекции говорит этот индикатор. Он называется TCI. Это уверенность в тренде. И как мы видим, он не был впечатлён недавним ростом цены биткоина. Когда цена биткоина росла, он падал. Посмотри на предыдущие ситуации. Вместе с ростом цены происходил и рост этого индикатора. Для более устойчивого роста биткоина хотелось бы, чтобы TCI и сейчас рос вместе с ценой. Учитывая, что TCI сейчас имеет тенденцию к снижению, дальнейшая коррекция или консолидация биткоина имела бы большой смысл. Перед тем, как снова двигаться вверх. Теперь поговорим о причинах этой коррекции. Причина номер один. Супер встреча крупнейших центральных банков мира. ФРС США, Европейский центральный банк, Банк Великобритании и другие. Они будут решать, победили ли они инфляцию. Будут думать о том, оставлять ли процентные ставки на том же уровне в 2024-м. Или, возможно, их стоит поднять еще. А может уже начинать понижать. Рынок опасается, что разворота политики центральных банков не будет из-за сильных данных на рынке труда. Сегодня, кстати говоря, выйдут данные по инфляции США в 16.30 по московскому времени и в 15.30 по киевскому. Они могут повлиять на решение ФРС США. На самом деле, пока я делал это видео, они уже вышли. Инфляция в США упала до 3.1%. Точно так, как и ожидали инвесторы. В любом случае, я бы воздержался от каких-либо покупок на этом рынке с сегодняшнего дня до четверга включительно из-за новых данных про инфляцию, из-за большой встречи центральных банков, а также из-за разговоров про импичмент президента Байдена завтра. В любом случае, волатильность на рынке на этой неделе вернется. Одна из главных причин этой коррекции, которую сейчас особенно бурно обсуждают в США, сейчас на твоем экране. Это, конечно же, добавило топливо в это небольшое падение. Сенатор Элизабет Уоррен начала все это, а разогнали падение каскадной ликвидации лонгистов, о которых мы говорили. Которые набрали кредитных позиций в надежде, что цена на биткоин вырастет. В итоге падение цены их ликвидировало, потому что маркетмейкер всегда охотится за ликвидностью. Итак, сенатор Уоррен Баффет представила законопроект о расправе над криптовалютами. Интересно, что менее чем за 24 часа до его публикации биткоин уже упал на 5% за считанные минуты. Это падение произошло без каких-либо новостей или событий, и многие люди были удивлены. Затем, уже после этой публикации, биткоин упал еще ниже, как ты видишь вот здесь. Вот вам и причина. Похоже, это была инсайдерская торговля, и похоже, что это было сделано специально. И, честно говоря, я не знаю, кто до сих пор боится сенатора Элизабет Уоррен. Она призывает к тому, чтобы криптовалюты были приведены к соответствию с американской юрисдикцией. Криптовалюты должны контролироваться или вообще даже быть закрытыми, потому что вся криптовалюта используется очень плохими людьми. И сенатор Элизабет Уоррен очень этого боится. Однако вот статистика законопроектов Элизабет Уоррен. 305 законопроектов представлено ею самостоятельно. 0 из них стали реальным законом. 1766 законопроектов представлено ею в кооперации с другими сенаторами. 45 из них стали законами. 0 из 305 представленных у Уоррен законопроектов стали законами. Станет ли этот законопроект законом? Скорее всего, нет. Но что мы точно знаем, это то, что на этом падении наблюдается резкий взлет количества адресов с балансом более 1000 биткоинов. А это означает, что киты выкупили монеты у тех, кто паникует. На этом парад страшных законопроектов не заканчивается. Этот законопроект направлен на борьбу с криптотерроризмом и в принципе тоже не отличается своей мягкой позиции по отношению к криптоактивам. Он называется «Закон о предотвращении финансирования терроризма-2023». Немалое место отведено, разумеется, для цифровых активов, криптовалют, блокчейну и всем криптовалютным деривативам. Основная идея этого закона – в развивающемся ландшафте цифровых финансов угроза финансированию терроризма, в том числе и с помощью криптовалют, бросает серьезный вызов основам безопасности традиционных и современных финансовых систем. Самое интересное, что они предлагают создать некую систему безопасности на основе контролируемого ими блокчейна. Интересно, какой же блокчейн они могут выбрать? Я немножко позволил себе погуглить. В августе 2021 года вышла статья о том, что ВВС США использует блокчейн Constellation Network для повышения безопасности данных. 1 сентября 2021 года стало известно, что Constellation Network также установила рабочие отношения с командованием воздушной мобильности США, Центром воздушных операций США, Гражданским резервным воздушным флотом и транспортным командованием США US Transcom. Чтобы ты понимал, как это масштабно, US Transcom, например, работает примерно в 80% странах мира. Цель, опять же, безопасности защита. Constellation Network также получила контракт на блокчейн-защиту в Министерстве обороны США с коммерческими партнерами министерства. Constellation Network также выбрана поставщиком услуг по обеспечению безопасности военной инфраструктуры США. И, наконец, самая свежая новость один день назад. Стало известно, что Национальный научный фонд США финансирует DAO для использования собственной американской технологии блокчейн, обеспечивающей токенизированное голосование и даже переговоры с мировыми лидерами. И это DAO будет работать на основе Constellation Network. Ну, разве это не поражает тебя? Меня лично очень. Получается, Соединенные Штаты буквально выбрали свой блокчейн для защиты, для охраны, для голосования, для профилактики терроризма, для предотвращения финансирования терроризма, для воздушных сил и научных академий. Просто вау. Но, несмотря на все это, ничего не меняется в плане халвинга, который стремительно приближается и в плане спотовых биткоин ETF, которые, кажется, неизбежно будут приняты. BlackRock и Fidelity обсуждают детали спотовых ETF с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Кроме этого, и снижение ставки ФРС США в 2024 году может стать катализатором для биткоина и для халвинга биткоина. Фундаментально для биткоина не поменялось ничего. Уже сегодня из-за публикации данных про инфляцию, а завтра из-за разговоров про импичмент Байдена, а в четверг из-за встречи центральных банков нас может ожидать большая волатильность рынка. Может ли биткоин из-за этого уйти ниже? Конечно, может. Но если посмотреть на глобальную картину, что бы там ни случилось вчера, где это падение вообще? На протяжении бычьих рынков в прошлых циклах случались катастрофические коррекции. Минус 43%, минус 40%, минус 34%, минус 40%, минус 41%. Вчера биткоин упал максимум на 10%. Это даже не одна из тех ужасных коррекций в прошлом. Но даже если биткоин упадет на 40%, до 30 и даже 28 тысяч долларов, это не означает, что был ран закончен, что фундаментально биткоин стал хуже. Как я говорил, я перестал покупать биткоин. Но я с удовольствием покупал бы его, когда он падает на минус 40%. У меня есть планы цели. Покупать на огромных коррекциях. Первая продажа на 60 тысячах, вторая на сотни тысяч, третья на 125 тысячах долларов. И последняя продажа уже за миллионы долларов. Какую-то часть биткоина я оставлю навсегда. У тебя всегда должен быть план. Так ты будешь контролировать ситуацию, а не ситуация будет контролировать тебя. И у биткоина тоже есть план. И мы пока что следуем ему. А вообще представь себе продать все свои альткоины сейчас, когда назревает неизбежное ралли альткоинов. Посмотри, рыночная капитализация альткоинов повторяет движение цены биткоина. И мы только вышли за пределы этого глобального сопротивления на медвежьем рынке. Посмотри, что было, когда это сделал биткоин. Раз, два, три. Три свечи на двухнедельном графике зеленые. Мы можем этого ожидать сейчас на графике альткоинов. Фиксируй прибыли. Наслаждайся прибылями. Но не продавай все. Всегда оставайся в рынке. И я тебе скажу, когда ты вложил тысячу долларов в альткоин, он вырос вдвое. Продай половину своих монет. Ты вернешь тысячу своих долларов. Тогда и падения, и росты ты сможешь воспринимать абсолютно спокойно. Ты больше не будешь подвержен риску повестись. Из-за страха или из-за жадности. Ты всегда будешь трезвым. Это очень важно. Меня зовут Богатейший Ди. И увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok